мы снова в киеве продолжаем рубрику большая рыба и сегодня моим гостем будет дмитрий шаломка директор компании google украина я уверен многим интересно узнать как работает эта компания многие задавали мне вопросы в фейсбуке подписывайтесь на канал следите и ищите ответы на вопросы в нашей передаче да там в моем любимом месте в компании google это такая маленькая уютненькая кухонка где можно сделать кофе почему она у любима потому что здесь можно готовить кофе оставлять прямо грязную посуду кофе леди приходит это все убирает скажи чем сейчас ты занимаешься какие задачи ставят перед тобой компания у меня сейчас на самом деле много уже специализации чем угры раньше если то что бизнес сильно вырос получается что если когда бегал бегал за всем и как договориться и швеция жнец и на дуде игрец да сейчас я скорее только жнец сейчас я занимаюсь в основном развитием рекламного бизнеса google подворец координация конечно же всех остальных команд которые работают для украины потому что как он много украина одна и команды все в местах мира находится конечно же представляю официально google в украине что очень интересная частая задача что называется челленджинг по-английски нетривиально потому что как ты понимаешь разные ситуации могут быть и какие-то вещи которые происходят например в америке для украины отражаются здесь на нас а мне приходится с этим делаем медиа даже бороться защищать я при этом несмотря на то что я никакого участия в этом не принимал в принципе это наверное вся моя работа данная ну конечно же и тоже развитие персонала определенная мотивация управление офисом в том плане что нужно смотреть чтобы все нормально работало всем было комфортно все дела на свою руку при этом ты очень много времени проводишь вне офиса ты можешь работать дублин это может работать германии тут все очень просто очень я скажу так очень легко продать кавычках google украины нам здесь украинской аудитории с украинскими с украинскими пользователями будет легко очень тяжело почему потому что украина сравнительно небольшой рынок для гугла естественно для того чтобы на позитивном условии в позитивном смысле этого слова лоббировать интерес украины в гугле и приходится проводить много времени но это в том числе связано с оборотами с нашей экономической ситуации разобраться на обороты поверь мне я не могу назвать вам цифры никого извините ребята но если в европе там ты можешь мы большая для гугла я думаю что если мы говорим про большую европу может сопоставить допустим страну лучше не лучше не меряться между странами это не очень корректно и красиво я бы сказал так что если дать сейчас прикинуть если мы посмотрим на большую европу то с точки зрения успешности до измеряемым объемом дохода из украины но если из конкретно страны украины наверное где-то месте на сейчас скажу 15 ходят то есть мы берем центрально-восточную европу мы берем всю европу включая германию и британию выходим число топ-20 я бы так сказал расскажи немножко о структуре собственно управления регионами которые существуют компании google почему дублин да потому что многие не понимают почему дублин какую роль играет украина в этой структуре да что такое центральная восточная европа вообще как как это вообще работает структура структура бизнеса относительно тех регионов которых мы находимся очень важно сказать очень важно отметить что такое понятие как выраженная четкая структура достаточно длинную единицу времени в гугле не существует google работает в системе хаоса и прелесть этой компании соответственно состоит в том что ты в какой-то момент времени не знаешь с кем ты в данный момент работаешь постоянно какие-то меняются вещи определенная культура управления люди это это скорее связано с тем что google это исключительно инженерная компания инженерам очень комфортно так работать у меня были проекты для украины в том числе которые могли лететь два года и затворивания менялась спиема они просто заканчивали часть проекта уходили на другую работу это же касается на самом деле всего что связано с остальными принципами управления компанией поэтому за те 10 лет что я работаю в гугле чтобы понимали украина прошла через опять сейчас посчитаю 7 разных структур по большей части семи разных регионов на данный момент мы работаем с германией главный офис германии причем тоже тут перемены потому что не был главный офис гамбург теперь у них главный офис берлин при этом то гамбург остается поэтому если ездить в германию я четко знал что надо ездить в гамбург теперь нужно и в берлин ездить и получается что таким образом я четко не могу сказать что будет через два месяца через три но дублин все равно такая является какой-то меккой дублин дублин является смотрите почему почему дублин потому что дублин во первых это был первый международный офис гугла за пределами и за пределами сша в ирландии исключительно мягкое доброе задательство для работ айти компаний это касается не только налогов о чем вы могли подумать но это касается в первую очередь также защиты технологии это касается и транспорта технологий это касается взаимодействия на интеллектуальном уровне между странами региона кроме того в принципе рабочая сила в Ирландии довольно квалифицирована и миграционное задательство наверное одно из самых легких в Европе а как раз к гуглу нужен был международный офис который мог бы оперативно управлять кучей стран из одной локации и вот эта комбинация близится к Америке легкое задательство доступ к рабочей силе это все в принципе сработало как комбинация того что дублин такую большую роль играет и получается что да я не уверен что гугл вообще когда открывал офис дублин и планировал делать большим они хотели вообще расширяться дальше эта жизнь будем вынудила их дальше расширяться троги офиса поэтому дублин с тех пор исторически остался таким большим почему вы думаете о налогах еще раз тебе на это остановлю свое внимание не в свете того что другими компаниями сейчас происходит Ирландия заканчивает свою налоговую работу в следующем году я знаю в следующем году гугл не заканчивает офис в Ирландии он будет оставаться таким же большим потому что Ирландия в этом плане действительно комфортная страна является это проблемой для тебя для Украины вообще для Европы что многие сотрудники уезжают туда вообще нет это для них в первую очередь хорошо очень хорошо когда специалист кто работал в какой-нибудь компании по написанию рефератов или дипломных работ на Америку уезжают в Дублино и становятся универсальным специалистом по мобильному промо и программатику и работают на компании как Прайслайн человек родом из Хельсона из Украины и он исключительно хороший специалист он добился огромного успеха я очень грызу что такие люди могут это сделать дело в том что именно на такой уровень вырасти и стать такой уровень специалистами можно там именно такие офисы большие офисы как офис у нас получается Дублин это главный управляющий офис по продажам Лондон это главный офис по продуктам поддержки партнеров Цюрих это инженерный главный офис в Европе вот именно выйти на мировой уровень на международный уровень и научиться чему-то и участие в больших проектах можно именно только там Дим скажи какими качествами должен обладать человек для того чтобы работать в Гугле ты сказал о кросс-функциональности людей то есть есть ли тенденция к тому что люди с узкой специализацией в Гугле не очень востребованы на самом деле что воспринимает только специализация если человек прекрасно пишет мобильные аппликации то такие люди нам конечно же нужны Гугл потом научит поможет понять что нужно делать дальше расширит кругозор и так далее есть я бы сказал так две категории в этом вопросе две части нашел для себя первое важное это то что нужно Гуглу но Гуглу нужно чтобы человек всегда хотел учиться человек уже был пришли на свое дело даже если это студент который приходит к нам работать на позицию фавротслав мы видим что этого человека можно чем-то научить он что-то понимает что он хочет делать дальше вторая часть вопроса это что лично нужно мне для того чтобы на команде это тоже очень важная характеристика здесь у меня скажем правило такое мне очень нужно чтобы человек который идет в команду украинскую был достаточно легко мог описаться в ту культуру которая в Танкидском офисе на острове я вот очень очень мне важно чтобы люди были такие от это если мы говорим о характеристиках которые можно выделить именно в моем офисе очень важна мне искренность и честность и способность помогать другим такие вещи они очень важны но все-таки маленькая команда здесь нужно другую помогать очень чем Скажи какая команда создать? чуть больше 20 человек а структура чем они занимаются? маркетинг, пиар, отношения с обществом, правительством, поддержка пользователей мы четко понимаем что мы очень большая компания для Украины у нас есть возможности менять этот рынок в позитивную сторону чуть быстрее чем если бы мы занимались другой работой поэтому да это можно называть социальной ответственностью каким-то образом либо миссией высоко если сказать да там типа наши личные как украинцев работающих в гугле мы просто таким образом посредством демонстрации технологических возможностей помогаем Украине быстрее заформироваться мы фактически для себя в свое время решили когда перемены в стране начались что у нас один из наших столпов нашей стратегии для страны это помощь в формировании эффективного гражданского общества и это вот как раз эта инициатива с этим очень сильно спит инициатива обучения тоже в этом? в этой плоскости? да, совершенно верно причем обучение всех это обучение активистов это обучение простых пользователей это обучение чиновников это очень важно и госработников которые должны переходить на современные технологии как обучение чиновников? собираем их на региональном уровне в группы, показываем им решения как? взрывов нет? все нормально? да, все нормально почему нет? они же понимают, что минимальные такие и очень много ресурсов сейчас как раз инвестируется в цифровизацию управления страной есть очень много проектов достаточно известных не буду называть все но для них всех на слуху в любом случае поэтому эту работу делаем только мы причем это очень важно заметить наша задача не продвинуть гуглские технологии это как раз не есть цель этой программы совершенно а главная задача это просто повысить то что называется цифровое образование уровень цифрового образования в целом по стране в тех регионах где мы путешествуем получаем центр это в процессе это в процессе когда его ожидать? когда? ты знаешь, я никогда не получаю потому что могут быть ситуации когда я хотел запустить google-картограф он же mapmaker но запустил в целом 2 года позже чем мы планируем это сделать то есть тут такие вещи лучше никогда под них не никаких обещаний не выдавать потому что во первых нет смысла создавать лишние замученные ожидания для людей во вторых мы можем опоздать ты же нас смотрят очень многие бизнесмены когда будет отсрочка платежей в кубле в Украине? тоже над этим работаем там тоже есть абитивные причины тоже есть абитивные в первую очередь абитивные причины это очень тяжелое бухгалтерское финансовое обладательское хорошо а то ждать в этом году в следующем году? в этом году уже мало чего ждать можно в следующем году? ну вот такими категориями не думать я не буду говорить ну ты понимаешь что проблема в том что в любом билинговом решении особенно если требуется автоматизация этого решения Google все автоматизирует руками не работает главная проблема это совместить технологии цифровые международные которые работают по международным датам с украинской финансовой и юридической и банковой и государственскими системами которые работают по советским датам потому что это фактически наследие советского союза я тебе могу просто сказать что ты понял о каких мы фроках говорим мы билинг который припей который работает в Украине когда можно пойти заплатить сделать себе платеж получить документ от Google мы его пять с половиной лет строим вот где-то с такими категориями нужно думать то есть под срочку платежа ждать пять с половиной лет в Украине не знаю не знаю я не скажу когда я начал об этом ты говоришь что рынок в Украине интересен при этом есть некоторые вещи которые здесь не работают но тот же мерчант центр он в России работает я не могу сказать что в России там законодательство или там я не знаю ну та же бухгалтерия чем-то отличается от нас чем Россия лучше нас размером рынка размером рынка ну ты же тоже сказал что мы там в пятнадцать ходим все-таки насколько мы интересны ты не забываешь что у каждого проекта есть ROI и ты не понимаешь что мерчант центр ROI не удвоит от всех страны мерчант центр повлияет максимум на может быть треть дохода треть дохода это мало как так получилось что Google завоевал лидерскую позицию в Украине в сравнении с Яндексом слушай ну это сложно сказать или не завоевывал само получилось слово завоевывал сложно звучит неправильно у нас не было никогда стратегии стать лидером здесь Google вообще миссия организовать мировую информацию сделать универсально доступной для другого человека не ну это красиво звучит все понимают что все хотят денег заработать деньги это тоже хорошо но дело в том что у нас это предокс Google Google инженерная компания инженер не думает категориями завоевания отжавания зарабатывания всех денег это амбиция это скорее амбиция ну сделать сделать хорошие продукты для пользователей очень много внимания я еще во время когда не был стопроцентного селс-человеком в компании Google уделял на то что вы просто первые будут работали качественно всехорошо работало и многие вещи вы сделали быстрее чем Яндекс многие вещи не сделали быстрее чем Яндекс чем мы Время от времени, получается так, что большинство важных вещей мы просто сделали быстрее. Например? Мы, например, на украинском языке запустили со самого начала нашей работы в стране. И ты, по-моему, Яндекс довольно много времени на украинство потратил. Что еще можно назвать? Такое. На самом деле это дело даже не в Яндексе и не в лидерстве. Я, честно говоря, хотел тебе как раз по этому поводу отвлечь от размышлений о том, что очень важна поисковая доля сейчас, доля поиска. Потому что поиск – это даже не треть бизнеса сейчас. И любая компания, в том числе Google, Яндекс, у них намного больше интересов сейчас, чем просто поиск. Если ты понимаешь, о чем я говорю. У нас также есть и наш Android, у нас также есть YouTube, у нас также есть и программатик решения. И кое-где у нас Яндекс там конкурент, кое-где Яндекс там не может быть конкурентом. Потому что у них, например, люди хостинга нет. Но ВКонтакте таким конкурентом является. Но вы создаете все продукты, которые помогают вам сохранить основное ядро, наверное, прибыли. Дело не в прибыли. Дело, я бы сказал, это по-другому. Google не исходит из прибыли, как из главного составляющего бизнес-стратегии своей. То есть Google четко понимает, что если есть план, по определенным параметрам план выполняется, то прибыль будет и так. Конечно, приятно, когда деньги эти приходят, и когда мы превосходим ожидания инвесторов на несколько процентов. Но главная задача какая? Это фактически расширение своей экосистемы. Дело так, чтобы пользователь Google продуктов всех, платных или бесплатных, было больше пользователей, и можно больше на них оставались. Google понимал, что все идет мобайл, создал андроид, Google понимал, что будет социализация, создавал Google+. Ну, и Google понимал, что, в принципе, тренд будет, это видеоформаты и так далее, покупал YouTube. Тут сложно сказать. Ты знаешь, мне кажется, что в многом можно говорить, что Google чего-то ожидал, что это произойдет, что с тем же мобильным и так это и было. А кое-где Google, может быть, сам создавал эти тренды, типа того же развития YouTube, да, совершенно верно. То есть, тут нельзя сказать четко, что Google следует тенденциям, скорее всего, сейчас создает. Такая возможность уже давно есть. То же самое сейчас Google сказал по грамматике, там будет очень крутым. Ну, и очень новая компания этим делом занимается. Хотя вот, Адекс.Ченщик, насколько я знаю, сам большой у нас. Есть много других решений. Если мы говорим в социальных сетях, то там, конечно же, Google шел в тренде, и он опоздал. Ну, это другая сторона. Скажи, в чем сейчас проигрывают Яндекс? Я не знаю. Я, честно говоря, никогда за ним особо не следил, я любил с Сережей Петренко общаться на конференциях и в разных мероприятиях. Но для меня никогда не было важной целью победить Яндекс, обойти Яндекс, сделать так, чтобы у нас было больше, чем у их. И для меня никогда не было вообще задачи пытаться их оценить с точки зрения качества работы. У меня есть их пользователи, у нас есть пользователи. Все хорошо. Я никогда не хотел себе мешать этому делу. Ваша доля стала больше, меньше? Не слежу. Не следишь? В бенчмарке есть? Не знаю. Давай поговорим. Тут куда интереснее смотреть на такие вещи. Опять же, исходя из того, что Google это не просто поисковая компания сейчас, а компания продуктовая, компания с собственной экосистемой. Мне некуда интереснее наблюдать за такими вещами, как из вещественных пользователей всеми нашими продуктами. А у нас такие исследования, по-моему, только ИНАУ сейчас делает. Ну, по-моему, кто-то еще там из ТНС сделал недавно исследование по этому поводу. Я не видел ТНС. Ну, кто хотел. Ну, регулярно, насколько я знаю, идет это дело только в ИНАУ, когда все происходит. Там у нас все красиво. Ну, именно благодаря подобным исследованиям все говорят о том, что вы начинаете отвоевывать долю в России. Что ты можешь по этому поводу сказать? Я вообще не служу в России, я не знаю, что там происходит. Это рынок, который меня принципиально не интересует. Хорошо, давай поговорим о регионе Украины. Растет ли Google в Украине? Я знаю, что растет. Ты скажешь, конечно же, растет. Какие это обороты? По деньгам вообще комментарии давать не могу. Никак в случае, категорически запрещено. Ну, рынок Украины, реклама. Ты тоже не можешь узнать. Ну, я скажу так. Исходя из того, что я знаю, я могу говорить намеками. Да, давай намеками. Исходя из того, что я знаю, Google растет определительно раза в два с половиной быстрее, чем рынок рекламы. Но рынок рекламы украинский в целом, я имею в виду онлайн рынок. За счет чего растет? Многие средние бизнесы. Его просто никто не умеет читать. Хорошо, пока. А это те, кто у нас самый большой рост дает нам на рынок и средний бизнес. Скажи, а как вы его считаете все-таки? Вы его считаете по карточкам, по безнальному и так далее? Мы считаем его по адресам, где он физически находится. Где он физически находится? Да. Для нас украинский клиент, который находится физически в Украине. Какие ниши сейчас растут больше всего? Ритейл. Ритейл? Какой ритейл? Любой. У Эктроника? Любой. Что угодно. У нас есть компания, которая овец продает в интернете. Понятно, что это компания не клиент наш, прямой киевского офиса, но мы даже нашли эту компанию, которая продавала овец. Они потратили, по-моему, 4 тысячи гривен за 3 месяца и продали 2-2 овец, по-моему, где-то там за 6 или за 7. То есть ролик был позитивным. Или наоборот. Значит, нормальный овец за 6 или 7 тысяч? Они потратили, не, они потратили, по-моему, тысячу, продали овец на 4, что такое было, не помню. Ну, то есть любой ритейл, вообще, украина традиционно всегда была страной торговли. Если посмотреть довоенную статистику по структуре экономики украинской, у нас было почти половина всех компаний, предприятий, которые занимались оптовой лиросочной торговлей, четко помню. Сейчас эта ситуация точно такая же. Просто в интернете традиционно считалось, что можно продавать электронику, потом решили, что можно продавать одежду, потом стали понимать, что косметика продается, фарма плохо продается, потому что очень много взрывательных ограничений. Вы собираетесь их менять? Не знаю. Работаем хотелось бы, но пока нет прогресса никакого. Сейчас люди начинали понимать, что в интернете продается все. То есть там традиционная история про нефтевышки, про овец, про машины. Квартиры пока еще нет, но, наверное, потому что рынок сам по себе в нуле находится, но это тоже скоро будет происходить. И вот за счет этого это самый большой раз дойдет в этом плане. Самый высокий вертикальный у нас, то, что называется, ритейл. Сказал, не является клиентом офиса в Украине. Значит ли это, что у вас есть люди или клиенты, которых вы сами сопровождаете? Ну, это те самые большие компании, которые здесь работают. Киевская компания только с большими клиентами. А сколько большие? Ну, это как розетка. Как вы их меряете? Ну, вот как розетка. Когда мы видим потенциал в компании. Не, ну, как розетка, это одна розетка. Как вы их меряете? Все-таки есть какой-то грилла? Как цитрув. Можешь назвать, вот это тот клиент, с которым мы работаем? Ну, всегда. Тут нет, на самом деле, четкой характеристики. Нет, не сказано такого термина, что вы продается только дневник-систем, поэтому мы с ним работаем. Там очень нужны категории с точки зрения индустрии. Которые мы не работаем принципиально, потому что индустрия не та, которую мы можем обслуживать. Это касается тоже роста. Именно темпов роста. Мы видим, что этот клиент может дорасти и стать большим, как розетка. И это касается, опять же, понимания бизнеса. То, что для меня очень важное условие, что та компания, которая работает с киевским офисом, сама управляет своими компаниями. У нее есть свои специалисты, свой департамент. Что значит сама? Значит ли это, что если площадка является клиентом компании Google в Украине, то вы, по сути, приходите, ставите агентство в сторону и начинаете работать напрямую? Нам не важно, кто работает с клиентом агентства. Как вы решаете этот конфликт? Саша, если у нас есть клиент, нам не важно, кто его обслуживает, агентство, или у него свой инхаус, есть департамент, заниматься маркетингом, нам очень важно, что мои специалисты сами не подбирают ключевые слова и не запускают различного рода... В чем тогда является помощь? В чем ваша дополнительная ценность для клиента? Мы знаем намного лучше, как работает Google, и у нас из двух только очень много информации. Фактически мы ровно как консультанты. Мы знаем нашу тему лучше, чем специалистов в компании клиентов. Хотя я могу сказать, что на самом деле есть и в компаниях, и в агентствах, в том числе у тебя, люди, которые прекрасно понимают, как работает AdWords, может даже лучше, чем многие люди в моем офисе. Не вопрос. Это нормальная ситуация. Другое дело, что у нас просто, если перетенду, что по статистике, к продуктам, к пониманию, как это работает, к кейсам, которые мы можем просто применять, потому что лучший способ построить чужой бизнес, это взять пример кого-то другого из этой индустрии и просто это тупо попробовать создать снова. И больше там этим мы занимаемся. Мы консультанты. Скажи, что вы очень много делаете для образования, не просто так вы это делаете? Это тяжелая тема, немного даже печальная, потому что качество и количество специалистов здесь растет медленнее, чем рынку надо. Это одна из вещей, к которым мы еще стали сильно заморачиваться и проводим довольно много инициатив с точки зрения развития, именно понимания не просто как работает AdWords, AdWords достаточно легко можно смотреть. Не собираетесь ли вы работать на государственном уровне в том числе? Работа с вузами. Я не уверен, что... Пусть они готовят этих специалистов. Ты знаешь, это могут делать люди без нас. Тот же Genesis, наша компания с тобой любимая. Да. У них есть курсы для студентов маркетинга, например. Уже я туда приезжу и помогаю это проводить. Ты можешь рассказать хотя бы примеры образовательных ваших активностей. Потому что я их знаю, но я думаю, многие люди даже не знают, что проводит Google. То есть какие сейчас школы есть... Я фактически уже одну назвал. У Genesis есть инициатива, которая... Они обучают студентов маркетингу онлайновому. Еще в широком смысле этого слова. Это касается и в том числе... Нет, нет, там просто нужно быть возле молодым человеком и сдать и пару экзаменов. Мы запускаем, вот сейчас запускаем из ее альянса в школу для продакт-менеджеров. Потому что продакт-менеджмент – это не просто управление программистами, задачами в задании. А это вообще понимание бизнеса глубоко. Управление проектами, продуктами. Это глубокое понимание того, как работает бизнес, как продукт должен работать. Всех его аспектов, включая мою институцию. Мы довольно много читаем лекции о повышении квалификации для наших пользователей. Почему это касается не только пользователей, клиентов именно больших, которые в Киви сидят. У нас содержались команды в Дублине и в Рослое, которые регулярно вебинары проводят, которые регулярно рассказывают о новых решениях, о новых тенденциях. Мы сделали довольно большое роут-шоу летом, когда мы проехали по пяти украинским городам, называлось мобайл-роут-шоу, где мы проводили... Там было несколько частей, там была фактически презентационная часть, где мы рассказывали, почему мобильный интернет важен, что с ним делать. Там же была мобайл-клиника, когда наш специалист Андрей фактически помогал мобильным сайтам правильно понять, что они сделали, каким образом этот сайт можно улучшить и так далее. Что будет с мобильным интернетом? Его будет все больше и больше. Убьет ли он десктоп вообще? Убьет. Убьет. Да. Я ожидаю, что десктопы останутся только как игровые инструменты, профессиональные инструменты в банках и в магазинах, до этого в магазинах люди на маршруты переходят по цене. А также будет частью то, что называется интернет в Сынск, когда они будут управлять домами или управлять какими-то коммуникациями с другими машинами. Но пользователи, видно по всем тенденциям мировым, что пользователи все более и более становятся мобильными. Сейчас тенденция, если мы об этом стали говорить, она очень интересная. Мобильный интернет, он не съедает компьютерный интернет, он съедает свободное время. Есть прекрасные графики, их можно в интернете найти, где показано, что люди просто стали более интенсивно пользоваться интернетом, но при этом мобильный интернет съедает свободное время, но не компьютерный интернет. Потеря компьютерного времени, потери на обычном интернете у них процентов 10 времени, но в свободное время процентов 90 из роста мобильного. Поэтому тут нужно понимать, что такой прямолинейной тенденции прямо сейчас люди все меньше пользуются компьютерами, все больше пользуются мобильными девайсами. Ее на самом деле нет, люди пользуются и тем, и тем, просто мобильным более активно. Но уже видно, как эта тенденция снижения интенсивности использования традиционных компьютеров для доступа в интернет, она существенна в других странах. Интересно, что твое мнение относительно убьет. Убьет ли Google специалистов AdWords? Мы никого не хотим убивать. Я понимаю, что ты ответишь, что Google никого не хочет убивать, но в принципе, то есть программатик, инструмент автоматизации, бизнес интеллижер, все говорит о том, что, друзья, появится скоро кнопка бабло, и в принципе специалисты не нужны, мы сможем показать рекламу настолько правильно. Я вспоминаю фильм «Москва в стране не верит», где человек сказал, что будет одно телевидение. Есть сейчас мнение, что везде будет один интернет, но ты же видишь, что история доказывает, что все каналы продвижения, каналы коммуникации, они друг друга не убивают, они друг друга скорее дополняют. Не, ну слушай, ну согласись, что в принципе Google это выгодно, чтобы инструменты были легче прогнозировать. Ну, о чем сказать, что программатика, программатика, машин лернинг, машин лернингом, но кому-то же нужно настраивать. Вот пробует сейчас пустить простого специалиста AdWords. То есть интеллектуальную составляющую нужно свою увеличивать? Естественно, естественно. Я просто понимаю, что сейчас простого человека, специалиста по PPC менеджменту, который работал в своей жизни руками с AdWords, пустить в даблоклик, например, бид-менеджер, он будет в шоке, он будет неделю тогда до шока отходить. Потом можно что-то с этим делать. Но также все технологии в мире развивались, что одна индустрия просто трансформировалась, каких-то специалистов. Вот у меня любимый пример. Ты сейчас говоришь о том, что называется креативное разрушение. Creative destruction. Это такой термин достаточно неновый уже. Его сформулировали еще в 40-х годах прошлого века. Но речь идет о том, когда новая технология полностью уничтожает другие индустрии. Это, конечно, болезненно в любом случае. Что для тебя в Facebook? Я в Facebook общаюсь с людьми, которых меньше 10, с которыми я больше не могу общаться с другими каналами. Очень много людей, которых я знаю в Facebook, работали раньше в Google и говорят, что это следующий этап их развития. Буду с тобой честен. Мне кажется, что это смена шила на мыло. Я знаю четко, что Facebook работает точно так, как работает Google. Люди получают просто новое задание в той же обстановке, в которой они работали раньше. С точки зрения платформы, видишь ли ты угрозы со стороны Facebook? Я скажу так, я считаю, что мы друга дополняем. Во многом сильно дополняем. И мы с Facebook по многим направленным, в том числе связываемся по грамматикам, между тем, что сотрудничаем и работаем. У них никогда не будет хорошего поиска, у нас никогда не будет хороших социальных сетей. Я не вижу в этом проблемы. Ну, бюджеты, рекламные. Все еще интернет настолько широкий в плане доступности, что особой битвы за бюджеты нет. Мы, скорее всего, дополняем. Я знаю, что даже в Украине уже есть компания успешная в Facebook и большие рекламодатели фейсбуковские. Для них нет проблемы увеличить бюджет на Google, в том числе, потому что, так или иначе, у них больше ресурсов, чем возможности Facebook и Google вместе взятых выполнить их планы. Я с тобой поспорю, потому что мы общались с Антоном Валянским, по джиджи, и он говорит, что в Нигерии Facebook дает намного больше трафика, намного больше эффективности по сравнению с Google. И одна из причин, именно потому что люди сидят в мобайле. Может быть, но я тебе хочу сказать, что тот же джиджи очень большой руководитель по нашим понятиям, и если бы это было настолько драматично, они бы с нами не работали. Также большой любитель пива. Здесь мы присутствуем в комнате, где очень много этикеток, подставок под пиво. Сказали, что это твоя личная коллекция. Это не моя личная коллекция, это коллекция всех наших работников. То есть те, кто куда-то ездит, все что-то такие вещи привозят. Не меньше пятичеловек меня дополняли. То, что я сам это руками пил, это такое дело уже. Но опять же, что сказать любитель. Я не могу сказать, что я люблю пить много пива. Я скорее пью больше вина, если я хочу пить алкоголь. То пиво для меня странная штука на самом деле. Нельзя сказать, что это уж такой, знаете, графский напиток всегда был. И меня просто заинтересовало в какой-то момент само понятие, что такое крафт пива, сама вообще история пива, как часть культуры, либо как часть единия, если ты знаешь, очень долго многие люди в северных странах не могли пить воду, потому что она была заражена. И в средние века пиво это был единственный напиток, который давали даже дети. Потому что это был чистый напиток, который ничего не заражал. И сама по себе эволюция этой культуры, и сама ее вкус, смена вкуса и смена вещей в пиве, она меня каким-то образом просто привлекает. Я не секрет о всем говорю. Я сейчас строю свою собственную пивоварную. Когда можно уже попробовать пиво Димашонка? Ну, называться оно будет не так. Когда? Я считаю, что в новом году это уже будет работать. Твой любимый сорт пива? Брудок 5М называется. Брудок 5? 5М. Ну, брудок вообще известный, да. Брудок более-менее известный, да. Просто именно из сорт пива называется 5М. 5М Red Ale. Вот я его больше всего люблю. В одном из недальних своих интервью ты говорил о том, что ты инвестировал как ментор, как бизнес, на самом деле, в проекты, в стартапы. Можешь назвать какие-то стартапы и какая их сейчас судьба? Ну, один из них довольно известен, но я из него вышел, технически, даже с прибылью. Небольшой, но с ногой, но там они уже вышли на такой уровень, когда не могли мне уже вручать кредит, который я им выдавал, поэтому я вышел с прибылью. Остальные, они особо ничего, много такого не скажут, но я могу по индустрии подозвать. Ну, известно. Известно, не могу назвать, мы думали, что не буду об этом говорить. Я тебе потом скажу. Хорошо. Но из тех вещей, которые у меня есть инвестиции, в которых я участвую, кроме своего призыва, это финтеховские проекты различные. То есть мне как раз в этом плане финтех довольно неплохо стал понимать в последнее время. Люди мне это хорошо объяснили. У меня есть неплохие друзья из финансового рынка, которые фактически свою специализацию сменили от будущих брокерами, либо инвестиционными менеджерами на инвесторов финтеховские проекты. И, наверное, два проекта, в которых у меня сейчас есть, мои инвестиции, которые время я себе откладываю в одном месте как фактический ментор, в другом как членство директоров, это вот именно финтеховые. Были, конечно же, у меня неудачные проекты были. Ну, там, например, довольно большая инвестиция пошла в очень... Я до сих пор думаю, что это очень классная игровая идея для игры. Но игровой бизнес мобильный настолько конкурентен сейчас, что даже вложив определенные несколько тысяч долларов, десятых тысяч долларов производства игры, которые могут быть уникальными, иначе еще успех, потому что нужно еще пару миллионов уже киркетингов, которых, естественно, нет. И существует ли конфликт с текущей работой? Я все утверждал, Гугл не запрещает инвестировать, и Гугл не запрещает инвестировать через акции, через механизмы фондов бирж и даже конкурентов. Но Гугл очень просит быть искренним, откровенным по своим, то, что называется, танк коммитментс, по обещаниям по использованию времени. И в любом случае, правильно, быть честно по отношению к Гуглу, когда такие вещи возникают, их об этом предупреждать. У нас есть специальная комиссия, которая тебе такие вещи разрешает делать или запрещает. И вот она же меня когда-то очень вежливо просила не иметь самую собственную компанию больше, а также она мне разрешила заниматься пивом, потому что пиво вообще никакого отношения к бизнесу не имеет Гугла, и иметь не будет, наверное, никогда. Но такие вещи нужно с ними уточнять. Очень много людей в Гугле, очень много, вот, это видит ангелы, очень много людей поддерживают свои проекты, в принципе, там очень лояльные люди, очень простые, все прекрасно понимают. Там главное требование делать так, чтобы твою, чтобы большую часть времени рабочего все-таки была Гуглом, а не твоя сайт-проектом. И очень важное условие, это не использовать внутреннюю информацию Гугла, внутреннюю информацию Гугла для того, чтобы делать его проект более успешным, чем другие. Это считается очень грубое нарушение, за это люди с вами были. Понятно. Гугл я не хотел никуда идти, но мне сказали, типа, чувак, это же Гугл. В 2005 году я не знал, что такое было. Это шанс. Я не знал, что такое было в 2005 году, поэтому я, как бы, тоже сильно сомневался, но мне сказали, типа, ты сидишь, тебе нечего делать, ты свою компанию руководишь, подай резюме, посмотри, что из этого получится. Потом я подал, насколько я помню, в августе 2005 года. Потом где-то в ноябре пришел ответ, что нам с вами интересно продолжать разговаривать. В феврале появился первый человек из Гугла, который приехал проводить эти интервью здесь. Потом они меня еще по телефону достаточно долго дергали. Потом в июне следующего года они попросили приехать на интервью в Лондон. Но я был на чемпионате мира по футболу в Германии в то время и не мог. Поэтому я четко помню, что приехал в июле. И мы фактически за один день там договорились. Какие проекты еще от вас ожидали? Что нового? У меня мечта жизни и главная цель работы в Гугле сделать так, чтобы все, без исключения продукты, доступные для мирового пользователя, были доступны здесь полноценно. Вот мы к этому идем. Идем планомерно, идем. Может быть, медленнее, чем хотелось бы. Каких-то вещей в Украине не хватает. Из тех, кто реализованы уже в другом месте. Это исполняет объективные причины. Но я четко знаю, за те 10 лет, что я работал в компании, 10 лет минус 3 дня, я запустил все, что я хотел. То есть все продукты, которые мы хотели запустить, которые мы ставили целью запустить, они здесь появились. Спасибо.